В Музее истории Казанского университета состоялось вручение дипломов о присуждении ученых степеней, кандидатов и доктора наук. В церемонии принял участие проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. Все подробности далее. В Казанском университете были созданы собственные диссертационные советы, которые сейчас очень хорошо развиваются, и сегодня удалось увидеть их плоды. Среди 12 специалистов, получивших дипломы, есть преподаватели, учителя, инженеры, научные сотрудники из различных организаций Казани и Москвы. Данис Нургалиев рассказал о том, как проходит отбор кандидатов. Есть диссертационная комиссия по гуманитарному и естественно научному направлению, которая очень строго отбирает эти диссертации, оценивает их. И потом уже мы на Большом ученом совете университета, открытым голосованием, обсуждаем, утверждаем все эти диссертационные работы. На награждение приехала из Москвы и Наталья Мурашева, которая окончила аспирантуру в Казанском университете. Ее работа была посвящена пословицам и поговоркам. Я вообще в Казани была первый раз, помню, в 11 классе на конференции. Вот чувствовала душой, что я сюда попаду, и так получилось, что научный руководитель посоветовал сюда, и я попала. Инженер научно-образовательного центра педагогических исследований КФУ Надежды Сайфулина 9 лет училась в Казанском университете. Сейчас стала кандидатом педагогических наук. Ее защита прошла досрочно. За это она благодарна КФУ. Все аспиранты учатся 3, кто-то 4 года. Но как только научная работа начинает соответствовать всем требованиям, а по нашей работе был дополнительный беденгрант Российского фонда фундаментальных исследований, то диссертационный совет принимает решение выводить на защиту аспиранта, чья работа уже готова отвечать всем требованиям ВАКа. Инджи Минибаева, Ленард Авлитьяров, Универньюз.